Я прошила уже тремя рядами мою основу и теперь мне надо выйти в первую жемчужинку, какую мы здесь имеем с нашей стороны. Я, чтобы не проходить по моим бисеринкам, не рисковать, не раскалывать его, я сразу по краюшку моему пройду и буду проставлять вот такие вот мелкие бисериночки мои белые. Вы можете тот же цвет, какой вот у вас есть мелкий, то есть не обязательно контрастный, а брать именно тот цвет, какой у вас здесь есть. Ну конечно это опять как вы захотите. Вот здесь я уже выйду и выйду в мою мелкую бисеринку, в мою жемчужинку. Вот таким образом. Начну набирать между моим жемчугом рондели 4 на 6 миллиметров. То есть вот таким вот змеечкой будем идти, зигзагом. Точно так. Здесь мы наберем между вот этими вот, где у нас вот это большое расстояние, мы точно так же будем набирать здесь крупные рондели. Но для того, чтобы наше вот это расстояние все-таки больше, чем просто между жемчужинками, мы наберем до и после нашего кристаллика рондели, наберем по одной бисериночке. И снова набирать будем рондели между нашими жемчужинками. Посмотрите, что мы будем делать дальше. Вот у нас получаются вот такие наборы. Наши рондели не стоят ровненько, стоят немножечко бочком, но мы сейчас все это будем ровнять. Вот я набираю бисеринка, биконус, бисеринка. Захожу в жемчужинку, набираю две бисеринки, захожу в биконус. Хорошо подтяну, чтобы все это было у меня аккуратно. Снова две бисеринки. Прохожу в жемчужинку в обратном направлении. Подтянем. И снова пройду по колечку, которая вот в начале я набор делала, бисеринка, биконус, бисеринка. Пройду в жемчужинку. И зайду в мое рондели. Вот смотрите, как она сейчас будет выравниваться. Вот видите? И захожу в следующую жемчужинку. Дело в том, что сейчас мы будем идти, если у нас раньше зигзаг был вот так, сейчас мы будем идти в обратном направлении. То есть, и за счет этого наши рондели выравняются, положение его выравняется. Когда мы вышли в жемчужинку, мы набираем две бисеринки, две бисеринки, биконус, две бисеринки. И заходим в жемчужинку с противоположной стороны. Снова набираем две бисеринки. Заходим в биконус. Две бисеринки. И заходим с противоположной стороны в жемчужинку. Подтянули. И заходим в рондели, выравнивая его положение. Вот таким образом. Снова заходим в следующую жемчужинку. Две бисеринки. Биконус. Две бисеринки. Заходим в жемчужинку с противоположной стороны. Две бисеринки. Заходим в биконус. Две бисеринки. Заходим в жемчужинку. И снова в рондели, выравнивая его положение. Заходим в жемчужинку. И так как это у нас крайняя жемчужинка в этом месте, мы набираем так же, как и в начале, одну бисеринку. Биконус. Одну бисеринку. Заходим с противоположной стороны в нашу жемчужинку. И набираем по две бисеринки. Заходим в биконус. Снова две бисеринки. И заходим в жемчужинку с противоположной стороны. Вот смотрите, мы вышли из жемчужинки. Наши рондели стоят вот таким образом. Чтобы выравнивать эти его положения, набираем новую бисеринку. Заходим в рондели. Новую бисеринку. И заходим в жемчужинку. Все. Положение нашего рондели выравнилось. Вот смотрите, как становится волнистым вот эта вот наша часть, которую мы сделали. Видите? Она неровная получается. А мы начинаем следующее уже плетение вот это делать. Видите, сейчас наша лесочка выходит с внутренней стороны нашей жемчужинки. Не с этой стороны. Поэтому мы набираем здесь две бисеринки. Биконус. Две бисеринки. Выходим в жемчужинку противоположную. И набираем по одной бисеринке. Все время хорошо подтягиваем. Когда мы все будем хорошо затягивать, все наши ненужные лесочки, которые видны, будут прятаться. Вот видите, и там, где вот эта наша рондели соединялась с помощью бисеринок со следующим вот таким кусочком, у нас все спрятано. У нас ничего не видно. А мы вышли из жемчужинки и выравниваем положение рондели. Заходим в следующую жемчужинку и поступаем точно так же. Набираем две бисеринки. Биконус. Две бисеринки. Выходим в противоположную жемчужинку. Две бисеринки. Заходим в биконус. Две бисеринки. Заходим в жемчужинку. Выравниваем наши рондели. И выходим в жемчужинку. Вот что у нас получается. Видите? Две бисеринки. Биконус. Две бисеринки. Подтянули. Две бисеринки. Две бисеринки. Две бисеринки. Выравниваем рондели. И конечная. Опять у нас получается, что у нас здесь набирается. Если в середине мы каждый раз набирали по две бисеринки до биконуса. А здесь с краю набирается по одной бисеринке к биконусу. А со стороны рондели мы уже набираем по две бисеринки в биконус. Так. Так. Вот таким образом. Вот что у нас получается. Теперь мы по бисеринкам крупным нашим перейдем ко второй половинке. И будем поступать точно так же, как мы на этой стороне поступали. У нас будет общим. Вот этот средний ряд будет общим. Но все плетение сводится к тому, что мы делали на этой стороне. Начинаем набирать наши рондели. И поступать точно так, как и с противоположной стороны. Вот я уже закончила второй ряд. Аналогичным плетением, как и первый ряд я делала. И смотрите, как у нас получается наш браслетик. Вот это его боковая сторона. Такая волнистая. Это верхняя сторона нашего браслетика. И изнаночная сторона нашего браслетика. Вам надо будет сделать такой длины, какая вас будет устраивать. Конечно, то, что я вам сказала, что вам надо будет 6 таких вот кусочков сделать. И затем, как вы видите, я уже здесь добавила к застежке биконусы, чтобы немножечко вот эта застежка была украшенная каким-то образом. Пришивается это достаточно просто. Вы разделите количество бисерин, какие у вас здесь получаются. И между ними вставляете биконусы и бисеринки. А нам, сейчас, чтобы наружный вид нашего, вот боковые стороны выглядели аккуратно и красиво, мы просто вот после того, когда вышли в центре, начнем между бисеринками набирать по новой бисеринке. И таким образом наш край будет оформлен. И будет выглядеть аккуратно и красиво. Там, где у нас бисеринки уже есть, мы просто по ним проходим, ничего не добавляя. Ничего не добавляя. Конечно, вы можете набирать здесь бисер основного цвета. Ну, вот я здесь для мастер-класса выбрала вот такой вариант. Это уже как вам захочется. Итак, мы должны пройти по всему краю нашего браслета, чтобы вот его край получился вот таким аккуратным. И в процессе прохождения вот по краю мы одновременно можем и пришивать застежечки. Так как мы будем все равно проходить по кругу и будем проходить через вот эти крайние стороны, мы одновременно можем пришить нашу застежечку. На этом наш мастер-класс я заканчиваю. Если вам понравилось то, что мы делали, можете подписываться на наш канал, чтобы получать новые видео мастер-классы.